Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Анна Клыга. Смотрите сегодня в выпуске. Ждем перемен. На этой неделе теплую погоду вытеснят холодные температуры. Проезд по городу глава администрации посетил главные стройки этого месяца. Незаконная гостиница. Работников из ближнего зарубежья заселили на первый этаж жилого дома. Пример для подражания. Титулованные спортсмены пообщались со школьниками. Неспокойный Уссурийск. Кражи, аварии и пожары в сводке происшествий за неделю. День матери. Праздничные концерты прошли в разных районах округа. Новая шоу-программа «Московский цирк Адреналин» установил шатер на пятом километре. В начале рабочей недели природа порадует жителей и гостей Приморья солнечной и мягкой погодой. В Уссурийске будет еще теплее, чем в выходные дни. Положительная температура сохранится и ночью. Плюс два, плюс три градуса. Днем во вторник безоблачно. Воздух прогреется до плюс пяти. Поднимется сильный западный ветер до 10-17 метров в секунду. С середины недели погода изменится. Атмосферные фронты покинут Приморье. За ними распространится гребень антициклона. Днем в четверг начнется похолодание до минус трех, минус пяти. Ночью 9-11 градусов мороза. В пятницу возможен небольшой снег. Два новых детских сада появятся в Уссурийске. Такое решение принял глава администрации округа в ходе выездного совещания. Евгений Кош посетил также три объекта, на которых сейчас идет строительство. Во внимание комиссии попал и район Доброполья. Подробности смотрите далее. Стройка в Новонекольске – первая остановка на маршруте главы администрации. Масштабный ремонт в сельском доме культуры рассчитан на два года, но изменения видны уже сейчас. Здания заново оштукатурили, укрепили фундамент, утеплили стены в процессе замена кровли. На следующем объекте в парке имени Кузьминчука подрядчик тоже идет по графику. Здесь осталось установить уличные тренажеры и смонтировать ограждения территории. Открыть новую зону отдыха планируют в начале декабря. В декабре откроют и мост на улице Чечерина. Сейчас рабочие готовятся к установке лееров, которые скоро придут из Красноярска. Евгений Корж остался недоволен темпами строительства и напомнил подрядчику о сроках сдачи объекта. Другого у нас времени нет. 3 числа будет точно. В рамках еженедельного проезда глава администрации посетил район Доброполье. Компанию-градоначальнику и специалистам составил депутат местной думы. Сергей Крысин показал комиссии проблемные участки, о которых рассказали жители. Каждый месяц у нас есть график, мы проводим приемы с жителями. И все проблемы мы их не записываем, отписываем в администрацию и решаем все вопросы. Заехала комиссия и на Слободу. В этом районе после сноса ветхого жилья освободилось два больших участка. Рядом со школами номер 130 и 131. На нескольких гектарах земли решено построить детские сады, которых в округе явно не хватает. Поэтому мы сейчас делаем проекты, что садики будем строить минимум на 315. Они там будут уже вместе и с яснями. А вот этот садик, который мы сейчас видели, большой массив, мы хотим делать на 500 человек. Потому что у нас очередь в Уссоевском городском округе детей в Ясли 4,5 тысяч. Отметим выездные совещания. Глава администрации проводит дважды в неделю. Евгений Корж посещает разные районы округа, общается с жителями. Некоторые точки маршрутов становятся постоянными, чтобы отследить исполнение поручений и проконтролировать ход работ. Анна Клыга, Роман Адонин, Телемикс. Вид на жительство. Первый этаж дома по Беляева 30 превратили в гостиницу. Постояльцы граждане Узбекистана и Киргизии. Это не запрещено законом. Но в небольшое помещение заселено 150 человек, с чем собственники дома категорически не согласны. С просьбой о помощи жители улицы Беляева обратились в нашу редакцию. В проблеме разбиралась Ольга Муравьева. Стандартная пятиэтажка в одном из микрорайонов Уссуриска. Беляева 30 – это пятый километр. С недавних пор жители дома пребывают в недоумении и даже страхе. Однажды утром они обнаружили, что на первом этаже появилась вывеска гостиница. Чуть позже и первые постояльцы – 150 человек. Вот они вам санитарные нормы. Вот оно вам все остальное. Активисты дома провели свое расследование. Оказалось, что первый этаж стал пристанищем для гастарбайтеров. В помещении, где до недавнего времени располагался мебельный магазин, поселили рабочих из Узбекистана и Киргизии, с чем постоянные жители этого здания категорически не согласны. Вы нас, собственников, спросили, хотим ли мы такого соседства с вами. Хотим? Нет же, собственно. Ну вы что-то отказываетесь взять 10 человек себе? Ну, куда себе? Ну, в двор, в кухоньку какую-нибудь. А они у вас в квартире живут. Да какая-то они живут? Можно съесть, а что-то? Свои вопросы жители адресуют тем, кто поселил иностранных граждан в их дом. Представители рабочих скромно пожимают плечами и не понимают обеспокоенности. Хотя множество нарушений налицо. Помещение имеет статус нежилого. Очевидно, превышение норм размещения по метражу. Ни один из собственников не давал согласия на обустройство общежития. Хотя по закону их мнение имеет значение. Дать комментарий на камеру представители гастарбайтеров отказались. Это люди приехали. Сейчас, через неделю, они будут ездить и будут возить в Дубки. Они будут строить свинокомплекс. То есть... Я переживаю о своем ребенке, по-первых. Вечером, как будто это и без их, хватает людей, которые любят выпить, покурить. Естественно, после работы, куда пойдут они? Естественно, в наш двор. Мамы опасаются за детей. Мужья за жен. Все эти страхи – полбеды. Жители смотрят дальше. Первый этаж здания в документах оформлен как офисное помещение. Получается, что все потребленные услуги иностранцев будут оплачивать соседи. Это является офисным помещением. А когда в офисном помещении вдруг непонятно откуда проживает 150 человек, конечно же, расходы управляющей компании вырастут. Это и вывоз ТБО. Это и расходы по холодной воде. А на доме установлен прибор учета холодной воды. Ну и, конечно же, прибор отопления. Это и санитарный порядок вокруг даже дома. Вокруг дома появился мусор. В туалет иностранцы ходят практически под окна. Но, оказывается, очень непросто отстоять свои права. Главное право жителей в этой истории – спокойная жизнь. Миграционная проверка показала – иностранцы оформлены по всем правилам. Актив дома не намерен пустить ситуацию на самотек. Следующий шаг – привлечение пожарной инспекции и Роспотребнадзора. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс. О развитии округа говорили на заседании Думской комиссии по экономике. Специалисты администрации отчитались перед депутатами о результатах за 9 месяцев этого года. В каких областях зафиксирован рост, а где отмечается спад показателей – расскажем далее. Серьезный урон сельскому хозяйству нанес летний потоп, уверены в Управлении экономического развития. О статистике показателей за 9 месяцев этого года специалисты рассказали депутатам Думы на заседании профильной комиссии. Так, на 18% сократился объем продукции местных производителей. А в области животноводства, наоборот, зафиксировано улучшение. За анализируемый период обеспечен прирост производства по всем категориям хозяйств по молоку на 6,4%. По молоку мы занимаем второе место в Приморском крае. Обеспечен прирост по голове животных, по свиньям на 2,5% – это третье место в Приморском крае. При этом в Приморском крае на 7% отмечено снижение. По КРС прирост на 0,7%, поэтому показатели мы занимаем первое место в Приморском крае. Среди положительных тенденций – уменьшение количества безработных уссурийцев и увеличение темпов роста производства. Есть и показатели, по которым наш округ немного сдал. Упали объемы розничного товара оборота. Не удалось сохранить показатели по вводу в эксплуатацию жилых домов. Кроме этого, отрицательную динамику продемонстрировали показатели деятельности автомобильного транспорта. За 9 месяцев 2018 года автотранспортные компании «Округ» сократили количество перевезенных пассажиров на 3,3%. Поэтому показатели мы занимаем второе место в Приморском крае. Грузов на 37,9% в уровне прошлого года. Поэтому показатели – шестое место в Приморском крае. В ходе комиссии депутаты обсудили изменения в прежних решениях Думы. Документы нужно оформить согласно новому законодательству. Претензий у народных избранников не возникло. Все вопросы вынесли на очередное заседание Думы. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Кикбоксеры приехали в школу, но не на соревнования, а на беседу. В рамках проекта «Равнение на защитников Отечества» титулованные спортсмены посетили поселок Тимирязевский, чтобы пообщаться с учениками о достижениях, трудностях, целях и многом другом. Патриотические мастер-классы проводят уссурицы в школах Приморья. Двукратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный тренер России и кавалер Ордена Мужества на этот раз навестили образовательное учреждение поселка Тимирязевского. С учениками побеседовали на тему дружбы, спорта, армии и всего того, с чем предстоит столкнуться в жизни мальчишкам и девчонкам. Дети такого возраста, уже 9-11 класс, достаточно взрослые, не всегда с пониманием относятся к этой беседе, но уже в ходе самой беседы находятся темы для разговора и достаточно заинтересовать детей. Интерес детей к беседе тем и подкрепился, что это диалог, а не скучная лекция. Александр Захаров и Дмитрий Подольский опирались на свой жизненный опыт. А там есть о чем рассказать. Александр – самый титулованный кикбоксер Приморья, капитан сборной страны. Дмитрий – мастер спорта, ветеран спецназа, участник локальных войн. Последнему за 40, но он до сих пор принимает активное участие в соревнованиях по разным видам единоборств. На достижения мотивируют и молодежь. Вы должны понимать, что спорт все-таки вас делает в какой-то степени красивым, сильным. Но самое главное, он вас готовит как ничто другое к преодолению тех трудностей, которые будут у вас в жизни. Воспитательные беседы проходят в рамках проекта «Равнение на защитников Отечества». Организаторами выступила Федерация кикбоксинга и Центр развития творчества детей и юношества Силанова-Никольск. Программа идет с начала ноябра и уже принесла свои плоды, ведь школьники выносят со встречи знания и стимул покорять новые вершины. Очень интересно было слушать. Набрался, услышал личный опыт людей. Это, во-первых, великий человек, он так все это красиво рассказывал. Во-вторых, я сам занимаюсь спортом. Безусловно, смотивировал на более дальнейшие успехи в спорте, более усилие заниматься. Администрация края выделила школьникам спортинвентарь, который гости и подарили ученикам. В завершении – общее фото на память и пара на путствии от заслуженного тренера России Андрея Подоплелова. Илья Аманатов, Игорь Антонов, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Неспокойный Уссурийск. Кражи, аварии и пожары в сводке происшествий за неделю. День матери. Праздничные концерты прошли в разных районах округа. Новая шоу-программа «Московский цирк Адреналин» установил шатер на пятом километре. Только в ноябре. Ко дню народного единства «Акция» от строительно-производственной компании «Главмонтаж Объединения». Пять трехкомнатных квартир по 57 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности узнавайте в офисе продаж. Улица Выгонная, 2. И по телефону 26 93 65. На выставке российских производителей столицы меха специальные летние цены действуют даже в самый сезон. Шубы известных фабрик Москвы, Пятигорска и Кирова со скидками до 50%. Потому что без посредников встречайте новые коллекции в вашем городе. Здравствуйте и вновь с вами я. Вы уже покупаете с хорошей выгодой, используя дискотную карту компании «Идеал». Покупайте больше, покупайте выгоднее. Теперь и на сайте s-market.info. Заходите, регистрируйте свою карту и выбирайте. Сантехника, напольные покрытия, строительные смеси и краски, электрику, инструменты, двери и окна. Да все, что угодно. Дискотная карта «Идеал» выгодна во всем. Механизированная штукатурка стен – максимально быстрый способ нанесения отделочного материала. Машинная штукатурка обеспечивает более прочное соединение с основанием, а поверхность получается гораздо ровнее. Актуально как для крупных промышленных компаний, так и для небольших бригад. Телефон 8-924-256-2828. Ламинат – один из самых популярных видов напольного покрытия. В салоне «Паркета» вам помогут подобрать ламинат из большого количества расцветок и проверенных производителей. Также в салоне вы найдете все необходимое для укладки ламината. Разборные клинья, подложка, плинтус, пороги для различных моделей, розеты для турбоотопления и многое другое. Салон «Паркета» находится на улице Гермакова, 57, первое крыльцо со стороны Некрасова. Спеццена на новинки сезона – меховые хиты, максимально низкая цена на товар дня и другие интересные предложения. Это где? Все это на выставке «Меховые традиции». С 29 ноября по 2 декабря город Уссурийск, МЦ «Горизонт». Вы смотрите итоговый выпуск программы «Дельмикс. Новости». Продолжаем. Неспокойной выдалась эта неделя в Уссурийске. Аварии, кражи, угоны и пожары. Выпуск новостей продолжит сводка происшествий. Подробности у Ольги Муравьевой. Рекордное количество пострадавших в авариях. За одну неделю в дорожно-транспортных происшествиях травмированы 19 человек. Из которых четверо дети. Невнимательность на дорогах или желание проскочить приводит к беде. На улице Некрасова автомобилист нарушил правила. При повороте налево не уступил дорогу встречному транспорту. В результате сильный удар. После столкновения один из автомобилей продолжил движение, пока не ударился о дерево. Оба водителя получили серьезные травмы. Уже несколько недель подряд страдают пешеходы в Новонекольске. 21 ноября под колесами микроавтобуса снова угодил пеший участник дорожного движения. Молодая женщина переходила дорогу по зебре. Автомобилист не предоставил преимущества. Хотя по правилам приоритет был у пешехода. У пострадавшей множественные ушибы. Еще двое пешеходов травмированы на прошлой неделе. В первом случае под колеса угодила пожилая женщина. Столкновение закончилось для пострадавшей больничной палатой. В результате второго ДТП перелом голени у 11-летней девочки. В аварии на Пушкино травмирован младенец. Дорогу не поделили две Хонды. Одна поворачивала на придомовую территорию. Вторая двигалась по главной. В результате удары сотрясения головного мозга у малыша. Авария с общественным транспортом на улице Воровского. Виновник водитель Лексуса. Не выполнил требования знака уступи дорогу. В результате нескольких пассажиров автобуса отправил в больницу. Четверо горожан обратились к медикам сразу. Позже помощь потребовалась еще двум пострадавшим в этой аварии. Следующее столкновение отправило участников дорожного движения в Кювет. При повороте налево молодая женщина не пропустила встречку. В итоге удар и пострадавший пассажир в Ниссане. У пятилетней девочки диагностирован испуг. Маневры на дороге закончились неудачно для двух водителей. Рулевой микроавтобуса перестраивался на Некрасова и совершил столкновение с грузовиком. В результате пострадали пассажир и водитель Исудзу Эльф. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. 23 административных дела возбуждены за езду в нетрезвом виде. Показатель только за одну неделю. Причем половина случаев пришлись на выходные. Пожарные у Суриска тушили три крупных возгорания. Всего же на неделе ликвидировать огонь выезжали 25 раз. Горели вещи в многоэтажном доме по улице Жуковского. В Улитовке огонь вспыхнул в жилом доме. Также выезжала бригада в долины. В этих пожарах пострадали два человека. В сводке полиции традиционно фигурируют грабежи, разбои и интернет-мошенничество. Стражами правопорядка задержаны двое подозреваемых в угонах автомобилей. Ведутся разбирательства. 40 тысяч кубометров. В среднем такой объем воды проходит ежесуточно через городские очистные сооружения. Это 600 тысяч полных ванн. Что делают со стоками, прежде чем сбросить в реку, узнавала Тамара Илюхина. Первая линия очистных сооружений у Суриска была построена в 60-х годах. С развитием города расширялась. Действующие линии вводили в эксплуатацию с 92-го года. Пропускная способность до 55 тысяч кубов стоков в сутки. Очистные сооружения МУП УСУРИСК Водоканал считаются одними из лучших в стране. Стоки проходят несколько этапов очистки, полностью пригодны для сброса в водные объекты. Современное оборудование позволяет очищать их до необходимых норм и требований. Сток поступает как хозбытовой из города, так и промышленные стоки. Очистка делится на три этапа. Это механический этап, этап механической очистки, этап биологической очистки и беззараживание стоков ультрафиолета. Все этапы на очистных сооружениях канализации взаимосвязаны и работают как единый организм. От 30 до 45 тысяч кубометров воды ежесуточно. Сначала грязные потоки должны пройти первый этап очистки – станцию решет. Здесь задерживается крупный мусор, ветки, тряпки, твердые бытовые отходы. Все то, что попало в домашние сливы и городские стоки. После вода очищается от песка. Затем от лишних примесей в первичных отстойниках. Жиры и нефтепродукты всплывают на поверхность. Осадок скапливается на дне. Далее осветленный сток проходит биологическую очистку, перемешивается в коридорах с активным илом и насыщается кислородом. Так происходит биологическое окисление. Раньше стоки обеззараживали хлоркой. Теперь же задача сделать воду живой, соответствующей нормой, пригодной для возвращения в реки. Поэтому последний этап очистки стоков – обеззараживание, облучение ультрафиолетом. На данный момент мы заканчиваем очередной этап модернизации очистных сооружений. Это включает в себя ремонт вторичных радиальных отстойников с заменой оборудования. Основной целью этих работ является повышение качества стоков. Работу оборудования на станциях, отстойниках, а также контроль автоматических систем осуществляет сменой с 7 человек. Днем и ночью очистные работают бесперебойно. Температура стоков всегда держится не ниже 10 градусов. Это позволяет бактериям и микроорганизмам перерабатывать, окислять загрязнение. Очищенные стоки проходят контроль в производственно-аналитической лаборатории предприятия. Новое оборудование в разы повысит показатели качества очистки. Тамара Илюхина, Алексей Шаповалов, Телемикс. Международный праздник «День матери» отметили в Уссурийске. Концерты прошли на сценах районов города. На одном из них, во Дворце культуры «Дружба», побывала наша съемочная группа. Нет ничего более прекрасного, чем мамин поцелуй. А тепло маминых рук нас, даже взрослых, согревает от невзгод и печалей. Свои поздравления мамам приготовили творческие коллективы. Для самых дорогих сердцу людей – самые любимые номера. Мне прям нравится, вот так вот, вот так вот. Мне нравится вот это еще. Вот это вот особенно, что я люблю. Мы танцевали для мам, для всех наших пап, для дедушек, для бабушек. Я бы своей маме пожелала, чтобы она никогда не болела. Очень трогательно, очень приятно. Номера прям очень хорошо подготовлены. Дети очень горосково наведут себя на сцене. И как маме очень приятно видеть своего ребенка. Международный праздник на сцене Дворца культуры «Дружба» поздравили многодетных мам. На их плечи легли обычные материнские заботы, но в большем объеме. Но они счастливы, это видно по глазам. У нас такая семья как бы необычная, но, наверное, многие знают. У нас четверня, два мальчика, две девочки сразу. Ему же по 9 лет. Желаю счастья, здоровья, успехов, чтобы была красивая. И чтобы она не болела и была при счастье. Все мамы здоровья, успехов, счастья, чтобы жили все нормально. Победителей конкурса фотографии мамин поцелуй наградили подарками. Генератор случайных чисел определил счастливчиков 23 ноября. Руководитель благотворительного фонда «Сохрани жизнь» поздравила женщин и отметила быть мамой самое большое счастье на земле. Мамам уссурийской хочу пожелать здоровья, неиссякаемой энергии, быть всегда любимыми, быть всегда самыми-самыми. Хочется сказать самые нежные, самые большие слова любви мамы. Дорогие мамы, мы вас любим. На сцене Дворца культуры «Дружба» выступили и сами мамочки. Праздничные концерты прошли также в молодежном центре «Горизонт», в Доме культуры «Искра» и сельских домах культуры. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Тельмикс. Большой московский цирк «Адреналин» в Уссурийске. Поспешите увидеть гигантских верблюдов, африканских львов и других животных. Для любителей пощекотать нервы номер от каскадеров из Бразилии. Не пропустите новую шоу-программу «Хищник». Забавный клоун, зрелищные номера жонглеров и акробатов, дрессированные экзотические животные. Цирк «Адреналин» приглашает в свой шатер на новую шоу-программу «Хищник». У нас алжирские львы, то есть они уже очень большие. У нас верблюды гигантские, то есть это можно обратить на это внимание. Также у нас красный, нижний, черный беркут, у нас пуделя, у нас еноты, у нас верблюды, ослы. То есть у нас очень большое количество, у нас 36 голов животных. Никого не оставит равнодушным номер со львами. Хищники будут прыгать через огненное кольцо, покажут свирепое рычание, потанцуют и даже похлопают в ладоши. Мне понравился как дрессировщик, умело справлялся с львами. Очень хороший концерт был. А какой лев больше всего тебе понравился? Мне больше понравился лев Симба. А почему? Потому что он был игривый больше. Молоденький. И не злой, и не ленивый. Поволноваться заставят каскадеры из Бразилии. На мотоциклах втроем они прокатятся в небольшом металлическом шаре. Шатер-цирка находится на пятом километре возле магазина «Велазер». Увидеть представление можно до 9 декабря. Дальше артисты отправятся в Арсений. Завершится тур «Адреналина» в Калининграде. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс. На этом пока все. Сюжеты вы сможете также увидеть на нашем сайте телемикс.тв и в профиле сети Instagram. В студии работала Анна Клыга. До встречи на нашем канале.